короче трек дело я хотел сделать отсылку к русской трэп сцене десятых годов или каких 12 14 15 года примерно когда был паблик трэп хаус магазин наш трэп хаус магазин вконтакте диджей дей все вот эту тему с янг тропой я очень много янг тропа послушал специально чтобы трек сделать вдохновился и максимально попытался много понтов туда загрузить короче да и получился трек под названием дела а чаще всего саш как у тебя происходит поэтапно процесс написания песен то есть вначале текст или начале ты слушаешь бит и на него придумаешь текст сначала слушаю бит по если нравится пишу на него текст потом когда все готово я записываюсь если получается приходится меня бит или и флоу менять и все меня короче приходится и например с треком так вот так вот у нас есть там версии сколько 6 под разные биты с разной подачи короче шона не шло непонятно было чем менять да и мы все пробовали пробовали и в итоге вообще поменяли полностью трек только текст остался подача вообще другая бит другой атмосфера совсем другая не получился трек и звучит он теперь и типа так бывает всегда что ты ищешь ну я думаю что я считаю что главный текст если есть текст значит ты можешь делать что угодно и можно вообще абсолютно разные песни сделать с одним и тем же текстом например есть аутро называется парк мечты навязчивого состояния а кстати он же вышел я забыл вы знаете уже на момент выпуска альбом доступен кликайте по ссылке верхней строкой и типа я взял очень странный бит специально чтобы сделать максимально странный трек и он звучал мы можем заценить но он звучал вот так типа потом я нашел другой бит вообще короче абсолютно другой танцевальный бит на него этот текст ложится вообще по-другому типа это становится какая-то рейф движухой и зависимости от битов меняются вообще настроение и все участь все таки поменяло звучание если такие треки уже у тебя появились да но я убрал то танцевальное говно и оставил изначально идею хип-хопчик но этот трек делать типа трэп гангстер рэп весь припев спрашивается в чем сладо дело каждый куплет начинается ответа типа записывать свой в кубейс в основном все вокальные дорожки все это бит до слайде муны но я его доделал переделывал полностью добивал да да все эти дорожки скинул и ты во фрукте проект он не скинул да здесь короче я поменял по сути только драмки добавил бас другой где бас типа добавил такой бас и переписал добавил мелодику типа потому что до этого бас типа был на 1 чем-то обычно обрабатываешь что перкуссия но тебя всегда такая фирменная холестка я вообще на самом деле ничего ничего не обрабатывает и все он есть по минимуму я просто на мастер-канал кидаю софт клипер и максимус всех секрет от кейкбоя да и ты это во всех битах используешь да 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 давай дим посмотрим сколько вокальных дорожек вы записывали для этого трека в целом сколько дорог получила и много ли добавить 43 40 44 дорожки на это с учетом типа всяких отливов по типу всяких таких мелочей очки на как всякие и типа не записывали 4 дороги поэтому звучит жирно на нем мы пишем все в две дороги всегда чаще всего то есть это основной вокал да и бэк основной вокал основной вокал и основной вокал это дело делать это дерьмо и высота здесь даже вот как смотри типа низкие дороги 2 это дело делать это дерьмо зелень дует и высокие поверх еще тоже 2 сладо дело делать это дерьмо зелень дую пули в микро прячься ниже так несется циклом еду в тачке где трясется степло такие дела то есть ваш секрет успеха три точки в full studio вокальщик сверху вкупайся да и это уже в микрофон писалось какой который здесь все просто нахуй и колонки самые дешевые по скидке по скидке на димон любит больше сидеть на стуле с дырками потому что на этом стуле жопа потеет она уже проветривается и кстати по звуку хорошо когда дырки то меньше отражения до вот у ивана дворно был у него весь стол в дырках так что вот вы правильно дорогой друг это была только малая часть выпуска полную ты можешь найти в описании в ссылочках либо кликнув по подсказке и также заглядывай мой инстаграм там за день до съемок я публикую пост с анонсом выпуска в котором ты можешь задать вопросы будущему герою также спасибо тебе за просмотр напиши в комментариях как тебе выпуск и до новых встреч